А сейчас я предоставляю слово его происходительству Филиппу Хамондо, Государственному секретарю по иностранным делам и делам Содружества Соединенных Королевств Великобритании и Северной Ирландии. Пожалуйста. Господин председатель, почти 70 лет тому назад состоялись первые заседания Генеральной Ассамблеи и Совета Опасности в Лондоне. Они отмечают тот момент, когда мир наконец отвернулся от войны и постарался институционализировать условия для установления мира. И в результате этого процесса, на поперещении Второй мировой войны, наши предшественники встали на путь поиска мира, развития и человеческого достоинства. И им это удалось. Им удалось сделать то, что им было в Лиге Наций. Сначала было 51 государство учреждений, сейчас 193 государство учреждений, Организация Объединенных Наций, стала могущественной, общепризнанной организацией, которая служит проявлением нашей воли добиваться решений наиболее сложным проблемам и вызовом современности. Это крыгольный камень. Международная система основана на праве. Это подтверждение той ценности, которую мы придаем человеческому достоинству и надежде. Великобритания гордится той ролью, которая насыграла в упрождении нашей организации. Мы гордимся, что 70 лет спустя мы по-прежнему играем активную роль в международных делах в качестве единственного государства, члена СБООН, который выполняет норму 2% НАТО на оборону и на 70% бюджета на развитие. Но ежедневная реальность для миллионов людей 70 лет спустя весьма отличается от тех идеалов, которые зафиксированы в уставе ООН. И несмотря на историческую работу, которая была проделана по подготовке с РТ, более миллиарда людей проживают сегодня менее чем на доллар 25 в день. Отсутствие безопасности, экстремизм, конфликты на Ближнем Востоке привели к тому, что миллионы людей бросили свои дома. И это привело к созданию гуманитарной катастрофы непредвиденных масштабов. И многие миллионы по-прежнему живут в условиях тех режимов, где они не могут сказать ни одного слова по поводу того, как ими правят их правители и что они лишены элементарных прав и свобод. В то же время, международные системы, основанные на международном праве, которые поддерживают мир между странами, подрываются теми государствами, которые хотят нарушать территориальную целостность других, или же нарушать наиболее важные запреты, в части касающиеся оружия массового уничтожения. И вот как раз в этих вызовах мы видим другие проблемы, климатические изменения, глобальная пандемия и различные распространения вредных микробов. И именно это может поставить жизнь будущего поколения под угрозу в Сирии и в Ираке. В колыбели человеческой цивилизации сейчас ставится вопрос нашей готовности к действиям. И полное зло, жестокость режима Саддата и зло, которое чинят игиловцы, приводит к страшной человеческой трагедии. Гуманитарная трагедия привела к тому, что беженцы пытаются найти убежище в соседних странах и в Европе. И это подчеркивает острую необходимость положить конец конфликту. И, безусловно, это ставит под сомнение нашей возможности решать эти вопросы Ливан, Иордании, Турции. Они предоставили временное прибежище для беженцев и справились с этой ролью, справляются с этой ролью героички в течение многих лет. Мы все должны помочь им, поскольку именно они несут на себе этот груз. И нужно, чтобы призывы к представлению помощи Сирии были полностью услышаны. И я горжусь тем, что Соединенное Королевство вносит второй привлеченный взнос на нужные гуманитарные операции в регионе. Мы считаем важным, что мы пытаемся помочь тем, кто оказался перемещенным лицом, и расселить их как можно ближе к их дому, потому что будет отстроена новая Сирия после того, как будет низвергнут осад. И этой стране потребуются талантливые люди из числа сирийских граждан. Но только гуманитарная операция ничего не решает. Мы должны, действуя ответственность, положить конец кровопролитной гражданской войне, запустить инклюзивный полистический процесс, действовать вместе для того, чтобы разбить ИГИЛ и уничтожить его идеологию, встретить ее с лица земли. Соединенное Королевство будет и впредь играть ведущую роль международной коалиции по борьбе с ИГИЛом. И мы будем наносить удары вместо США для того, чтобы бороться с исламистской идеологией, которая лежит в основе деятельности ИГИЛа. Но поражение ИГИЛа само по себе не принесет мир в Сирию. И инклюзивное политическое урегулирование – это единственный устойчивый путь прекратить страдания сирийского народа. Мы должны удвоить наши усилия для того, чтобы запустить политический процесс. С подогидой Стефана Деместура, специального постановления генерального инвестера, и привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление во время конфликта, и позитивное движение вперед. Это проверка для ООН. Слишком долго мы не могли догадаться прогресса. Сейчас все стороны должны отложить свои узкие интересы в сторону и сотрудничать в интересах сирийского народа, и вновь утвердить ценности этой организации. Господин Проседател, хотя кризис в Сирии, безусловно, носит очень острый характер, может быть, что Гемен, Сомали и Либию, мы не можем отрицать необходимость действовать сейчас для того, чтобы предотвратить новые угрозы безопасности, но эти коллективные действия будут работать лишь только в том случае, если у нас будет общее представление о конфликтах или несправедливости, которые джат в основе. Мы должны все признать, что сильные, транспарентные, эффективные государственные учреждения, открытая экономика, открытые общества, верховенство права и отсутствие коррупции – это те условия, которые дадут возможность продолжить путь к развитию и устранить причины конфликтов. Они обеспечивают так называемую «золотую нить» развития, о которой говорил премистр Декомера. И они очень важны для достижения целеустойчивого развития. Конечно, каждая страна должна идти своим путем к процветанию, но сейчас, когда мы помогаем самым бедным странам преодолевать конфликт нищету и нестабильность и идти вверх по кривой развития, в наших интересах сделать так, чтобы это развитие было устойчивым в течение длительного периода времени и чтобы основой всего развития была безопасность. В качестве специального члена Совета безопасности ООН, Соединенное Королевство считает, что безопасность – это условие для эффективности управления, сильных учреждений и развития. То есть это как бы центр всего. Как заявил об этом премистр вчера, Соединенное Королевство намерено взять на себя значительную роль в плане поддержки ООН в Африке, и мы будем поддерживать усилия ООН и Афросоюза для того, чтобы положить конец самым дестабилизируемым конфликтам в мире, тем конфликтам, которые приводят к массовой миграции из Южного Судана и приводят к поддержке террористических групп в Сомалии. Но есть и другая истина, которую также важно понять. Безопасность внутри стран может принести лишь преимущество развития, если она подкрепляется безопасно в отношении между государствами. Британия всегда считала, что та стабильность, к которой мы стремимся между странами, лучше всего достижима на основе законов, норм и институтов, которые вместе образуются системы на основе международного права, которое сложилось после Второй мировой войны. И причем центральное место в России занимает Рустафу. Очень важное значение для этой системы имеет тот принцип, согласно которому государства должны соблюдать территориальную ценностность и политическую независимость друг к другу. Когда государство ставит под сомнение эти правила, все мы должны очень быстро и недвусмысленно отреагировать на это и помочь жертве. Именно поэтому мы ставим плечом к плечу с украинским народом. Незаконные действия и государственная агрессия должна иметь последствия, иначе международный порядок будет подорван раз и навсегда. Мы, организации миллионных наций, настаиваем на том, что разногласия и споры должны решаться на основе международного права, а не за его пределами. И коллективная воля противостоять угрозам нашей безопасности должна спространяться и на те угрозы, которые несут климатические изменения. Это не только угроза экологии и нашему процветанию, но и нашей безопасности. Впоследствии повышения уровня воды в Мировом океане и общей температуры, мы ощутим их все, но больше всего пострадают от этого на имени богатые страны, и которым труднее всего приспособиться к этому. Поэтому Соединенные Крылья не только намерены сократить выбросы у себя дома, но, как объявил наш премьер-министр в понедельник, мы также намерены увеличить финансирование до 9 миллиардов долларов в течение последних пяти лет под этим странам, которые являются наиболее уязвимыми. Мы будем стремиться к заключению самых эффективных доваренностей на конференции в Париже по климату. Будем дебаться того, чтобы все страны снизили свои выбросы еще больше, и чтобы приняли на себя коллективные обязательства по ограничению глобального потепления до 2 градусов. Господин председатель, 70 лет после созыва первой сессии Ассамблеи ООН вышла истерзанная разными кризисами, но она тем не менее хранит международный порядок. Позже 70 лет. Вот она играет критическую роль. И она решает все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И, безусловно, для ее дальнейших успехов нужно, чтобы она продолжала свою эволюцию и сохраняла свою актуальность в 21 веке. Организация Объединенных Наций должна стремиться к тому, чтобы отражать новые реальности нашего столетия, в том числе через реформу ООН. Она должна обладать самым лучшим руководством транспарентной системы. при выборах нового генерального секретаря. И тогда он, или, может мне лучше сказать, также и она, тогда будут располагать более эффективной организацией, которая гарантировала бы, что каждый цен, который он получает из своих государственных членов, используется с максимальной отдачей. И в качестве государства-основателя ООН, и в качестве постоянного члена Совета Бедопасности и Соединенного Королевства будет выступать в поддержку этой реформы. Мы будем продолжать утверждать те идеалы, которые представляет Организация Объединенных Наций. 70 лет назад было поколение, которое стремилось построить мир на основе мира безопасности и всеобщих ценностей. Сегодня, понимая, что эта мечта по-прежнему осталась реализована от нас, мы, тем не менее, считаем, что когда мы действуем вместе на коллективной основе, мы можем стремительно приблизиться к этому идеалу. Сейчас мы должны продемонстрировать эту коллективную волю, для того, чтобы признать, что это не только нравственный долг, но и это, опять же, отвечает всем нашим государственным интересам, действовать таким образом, чтобы реагировать на страшные гуманитарные кризисы, устранять причины конфликтов, нищеты и нестабильности, и подкреплять, укреплять международную систему на основе права. Мир стал лучше, потому что 70 лет назад наши предшественники создали Организацию Объединенных Наций. Мы твердо верим в наши идеалы. Перед лицом любых проблем и соблазнов мы будем бережно хранить это наследие и будем продолжать укреплять основы организации для построения более достойного мира. для мира, достоинства для всех. Я благодарю Государственного секретаря по иностранным делам, по-другому Содружеству, Королевству.